здравствуйте дорогие друзья они все-таки сделали это они все-таки арестовали джулиана ассанжо сделано конечно это было подло как это обычно любит делать так называемое правительство которые прикидываются теми кто заботится о правах человека свободах справедливости а на самом деле поступают как простые уголовники когда им выгодно они нарушают закон не нарушают справедливость и просто расправляются с теми кто представляет угрозу джулиана ассанжо в посольстве эквадора эквадорского же гражданина эквадор выдал ему паспорт вытащили и запихнули в полицейскую машину спасибо тем журналистам которые работают с телеканалом russia today которые сняли это историческое событие глядя на это я вспоминал стих 8 главу 8 стих 20 евангелия от матфея где сказал христос что птицы имеют гнезда лисы имеют норы сыну же человеческому нет места на земле где мы преклонить голову свою джулиана ассанжо буквально гонит гонят по поверхности земли не оставляя ему место для защиты не оставляя ему не посольство не квартиры не страны где бы он нашел приют за что же так преследует этого человека и как нам к нему относиться безусловно я лично считаю джулиана ассанжо великим героем нашего времени он бросил вызов абсолютной тотальной власти бюрократии которая подчинила себе и политические партии силовые структуры которая подчинила себе всякую принцип свободы слова и всякий принцип свободы совести и которые совместно с крупным финансовым капиталом и международным криминалом который выдает себя за политический establishment на самом деле просто осуществляет свою власть над миром до в разных странах есть какие-то вроде бы конфликты там российской бюрократии конфликтует с американской там не знаю французской конфликтует там с еще какой-нибудь они имитируют эти конфликты но цели у них одни они как звери в лесу против человека а человек жаждет свободы человек жаждет чтобы тайны зверей которые деля лес между собой питаются человеческим мясом то есть нашим с вами мясом были известны вот таким человеком является джулиан ассанж он не взламывал их секреты люди которые исходя из своих значит этических или политических или каких-то иных мотивов взламывали военные сервера американская разведка дипломатическую переписку разных стран присылали на викиликс документы для публикации и ассанж исходя из своего принципа что закрытость современных государств не отвечает интересам человечества в целом и каждого человека в отдельности придавал это все огласки одной из первых публикаций викиликс которая вызвала международный скандал были документальные кадры такого спокойного расстрела американскими пулеметчиками журналистов на улицах багдада во время иракской войны и там еще было много чего были разного рода переговоры американского посольства о том как они воспринимают путина и медведево было были документы внутриамериканские политики были опубликованы материалы которые были вытащены серверы демократические партии сша из которых стало ясно что бернис сандерс не проиграл хирали хиллари клинтон а что госпожа клинтон и и окружение просто сделали все чтобы сандерс не выиграл никаким образом хотя ясно что он бы как раз смог противостоять трампа в отличие от номенклатурщицы клинтон который положилась просто на истеблишмент и на те обязательства которые перед ней имели заискивающие перед ней журналисты из американских медиа так вот ассанж взломал всю эту систему лжи и насилия и за это конечно же он поплатился напомню что первый приговор там первый судебный иск был что якобы он во время полового акта в швеции с какой-то шведкой там делал это без презерватива и поэтому значит вот его надо было срочно передать в швецию после этого он скрылся в посольстве эквадора когда стало ясно что швеция скорее всего иск свой отзовет по истечении длительности собственно говоря этого абсурдного этой абсурдной претензии к ассанжу американское министерство юстиции предъявила ему тоже иск и захотел его допросить в связи с публикацией материалов которые носили секретный характер понятно что так как ассанж и викиликс публиковали материалы о секретных тюрьмах гуантанамо о том как гуантанамо пытают без суда и следствия людей подвергают их психологической обработки то ничего хорошего мы ждать это американского так называем правосудия не стоит вопрос другом почему никакая сторона на земле не заступил из-за ассанжа ведь ассанж был обозревателем раши тудэй ассанж между прочим работал и публики как говорится известен всему миру почему казалось бы россии не дать вам политическое убежище все по той же причине несмотря на эти крокодиловые слезы и несмотря на эту псевдо заботу об ассанже которую нам демонстрируют сегодня российские чиновники даже песков что-то такое там выскался по этому поводу все эти слова могли бы обернуться просто простым делом если бы приехал российский консул и выдал ассанжу российский паспорт посадила бы в дипломатическую машину и перевез бы в посольство российской федерации но ассанжа не заискивал и перед россией для него нет разницы никто не может сказать что вот ассанж против запада но за путина например или что ассанж против путина но за запад ассанжа не уместить ни в какие такие привычные рамки ассанж между прочим в деле о скрипалях намекал на то что он не исключает что россия могла иметь к этому отношения поэтому для ассанжа все бюрократии современного мира все эти чиновники про которых он как-то сказал в интервью русскому репортеру что главная задача бюрократа это подняться наверх по карьерной лестнице при этом сохранить свою задницу все они миром мазаны на каком бы языке они не говорили на русском на английском на китайском на французском на немецком и так далее философия ассанжа заключается в том что все эти люди давно уже оторвались от человечества все эти люди обладают такой совокупной мощью контроля над медийными силовыми финансовыми и бюрократическими инструментами что люди нуждаются в какой-то защите против всего этого насевшего на них как такой окостеневший какой-то остаток древних каких-то рептилий слоя всего это все этих государств ассанжа исходит из того что современные государства это не те кто организует жизнь людей и позволяет людям развиваться что это враги человечества и враги каждого человека в отдельности поэтому он считает что свобода информации это безопасность как человечество в целом так и каждого из нас ну вот задавите вы вопрос но как же тогда мы конечно приветствуем когда ассанж публикует материалы американских спецслужб американской разведки вау мы рукоплещем ему мы приглашаем его на рашид тудэй мы обсуждаем это на наших ток-шоу на российских каналах а если ассанж публикует материалы российских спецслужб у типа он уже становится плохим но на мой взгляд все это не имеет значения потому что после крушения советского союза после крушения социалистического государства все мировые элиты одинаковы они все существуют в заговоре против человечества против нас с вами против тех кого вправе мы называть угнетенным большинством отдельно хотела поговорить о реакции леонида волкова сподвижника алексея навального который обрадовался аресту джулиана ассанжа леонид вот что поразительно ведь когда вот вы в россии боретесь против режима когда вы выступаете за свободу слова за свободу политзаключенных правда не всех я ни разу не слышу чтобы выступали за свободу допустим осужденных и пытанных мусульман у вас какие-то свои есть критерии то в принципе мы это поддерживаем но после выступления волкова по ассанжу где он открыто просто поддержал его арест его выдачу остаются вопросы а почему собственно говоря леонид волков и алексей навальный так выступили против ассанжа и так радуются его аресту собственно говоря мотива может быть только два первое это то что они имеют некие такие связи с великобританией и сша которые просто не позволяет им по-другому реагировать на арест одного из тех кого американский истеблишмент считает своим достаточно серьезным врагом и угрожающим элементом плюс к этому еще не исключено что вот выдача ассанжа в сша приведет к тому что от него будет требовать показания по связям россии и трампа потому что министерство юстиции который только что проводил расследование против действующего президента трампа на самом деле хочет продолжать эту тему и ассанжа безусловно может пролить свет на вопрос как на викиликс оказались документы серверов демократической партии которые нанесли ущерб достаточно серьезный морально этой демократической партии но так ли иначе после этого заявления леонида волкова конечно веры в то что алексей навальный хочет свободы больше нету есть к сожалению вера в то что они просто хотят занять место путина но нам что один путин что другой путин честно говоря все равно я призываю всех порядочных людей поддержать джулиана ассанжа это настоящий святой подвижник нашего времени это как я уже сказал тот человек который буквально исполняет заповедь христа и господь сделал так что ассанжу на самом деле не остается места на земле там где бы он нашел убежище но я уверен что если бы ассанж искал убежищ не у правительства а у людей то на земле нашлись бы сотни миллионов домов которые бы приютили нашлись бы миллиарды людей которые бы никогда бы не выдали не полицейским не интерполу не криминалу не спецслужбам никому еще поэтому такие люди как ассанжа это люди будущего поэтому я говорю сам и призываю всем сказать свободу джулиану ассанжу человеку который сегодня ведет войну за человечество против криминальных правящих элит будьте здоровы это был максим шевченко подписывайтесь на мой youtube канал